Жизнь, посвященная археологии. Выставку под таким названием открыли в Чувашском гуманитарном институте в память о выдающемся ученом-историке Василии Каховском. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Профессора Каховского-старшего без преувеличения можно назвать основоположником Чувашской археологии. Почти 30 лет он изучал различные исторические эпохи и сделал множество интересных открытий. Говорят, история не терпится слагательного наклонения. Но если бы не Василий Филиппович Каховский, мы могли бы и не узнать, что территории нашей республики в домонгольский период входили в состав Волжской Булгарии. Он, вы знаете, исследовал памятники и неолита среднекаменного века. Он изучал памятники бронзового века, исследовал курганы и памятники раннежелезного века городища. То есть он был очень, если можно так сказать, энциклопедичным археологом. То есть его интересы не ограничивались только средневековой археологией. Василий Каховский стоял у истоков археологической школы. Многочисленные ученики и последователи уверены, он сам – настоящая история науки. Мальчик из Чувашской деревни окончил одновременно два института – педагогический в Чебоксарах и Институт истории и философии и литературы в Москве. Ушел на фронт, а вернувшись, всю жизнь посвятил изучению прошлого родной республики. Василий Филиппович был преподавателем, заведующим кафедрой и проректором, министром просвещения, депутатом, председателем общества охраны памятников. И везде, где бы ни работал, он проявил себя настоящим профессионалом. Сын Василия Филипповича, тоже историк и археолог, вспоминает. Отец был очень активным человеком. Да всем он интересовался. Рыбак заядлый, грибник заядлый. То есть вот такая у него жизненная позиция была активного человека. Такой был легкий на подъем, бодрый. Бывало, идем с ним, ему уже за 70 давно. Я еле за ним поспеваю, в лесу за грибами ходим. В конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века Василий Каховский вел раскопки в будущей зоне затопления Чебоксарского водохранилища. Результаты исследований показали. Чебоксары значительно старше принятого возраста. И хотя первое летописное упоминание относится к 1469 году, сам город возник на рубеже 13-14 веков. Причем как поселение городского типа, с развитыми ремеслами и торговлей. Возможно, когда-нибудь этот факт перекочует из исторических хроник в официальные. И вскоре после 550-летия мы отметим 800-й день рождения столицы Чувашии. Елена Гальперина, Алена Алтухова, Олег Якимов. Республика.